первая часть и спицами дневник вязания всем большой привет меня зовут лилия и вы находитесь на моем youtube канале в этом видео я хочу рассказать немного о процессе вязания лиса спицами это платное описание от алана дарт в этой первой части видео я вам покажу детали которые я связала для создания лиса давно мечтала его уже связать и вот только недавно дошли руки я купила этот мастер-класс также я вам покажу книжку на русском языке о вязаных игрушках а также познакомлю вас с несколькими бесплатными описаниями разных авторов и тоже игрушек спицами это первая часть является лишь предыстории ко второму видео где я буду рассказывать более подробно и о пряжи и о спицах и о процессе вязания и с какими сложностями я столкнулась в процессе вязания этого лиса а в этом видео я лишь вас познакомлю с этим проектом буду рада увидеть вашу реакцию интерес и комментарии для того чтобы продолжить создавать видео и показать вам полный процесс во второй части видео всем приятного просмотра так выглядят все детали которые я сделала для лисенка сейчас они вот в такой вот стопки сейчас я вам покажу разложу их по порядку вот все детальки давайте посмотрим что у нас есть это у нас с маленьких деталек начнем это ножки это ушки у у каждого уха по две детали одна белая одна оранжевая это кармашки на джакетик это руки и сам рукам джакетика джакетик все подробно я расскажу чуть попозже это у нас бриджики и рубашечка это воротничок рубашечки это хвост и это шляп вы конечно сразу обнаружили пропажу на предыдущем включении конечно же я забыла положить голову лисы напомню что я вижу лиса по мастер-классу от алана дарт вот такого вот лиса итак давайте немножечко посмотрим на детали жакетика жакетик он идет одной деталью и воротничок у него связано отдельно я пробовала вязать спицами по описанию но у меня дважды не получалось поэтому я решила упростить себе работу и связать это крючком сначала крючком когда я связала это выглядит немного стянуто но после того как я обработала деталь паром выглядит сейчас очень хорошо и воротничок и вот эти вот детальки которые хорошо сейчас оформлены дальше у жакетика есть вот такие вот кармашки небольшие и вот тут они должны будут быть пришиты и также есть рукавчики рукава есть начало ручки связанные черным цветом и рукавчик выглядит с ручкой вот таким вот образом то есть это жакет детали жакета и ручки вместе дальше давайте посмотрим на хвостик хвостик вот такой достаточно большой я хотела его сделать вот в этом месте еще более объемный но решила все таки идти по схеме если я буду вязать еще 2 в лисенка то сделаю хвостик тут более пышным таким вот более круглым ну этот хвост я вязала по описанию четко дальше у нас ножки ножки мне очень понравились как они идут я надеюсь что после сборки они будут хорошо смотреться будут похожи на лисьен лапки и дальше у нас идут детали ушек у каждого уха есть по две детали задняя и передняя и их надо будет сшивать кто не любит сшивать в этой игрушке много сборки вот я сборку достаточно люблю не ленюсь ее делать мне нравится сшивать также попробовала вязать ушки по другому описанию по другой схеме они выглядели мне более крупными и мне не очень понравилось что я должна делать переход каждый ряд тут такие вот протяжки которые стягивают вязание и я решила оставить оригинальные ушки которые идут по схеме алана пробовала я вот эти вязать ушки второй вариант по вот этой вот книги вяжи одевай и любим от луизы кроутер и вот я пробовала вот такого вот лисенка вязать ушки кстати мне еще очень понравилось описание его ее хвостика посмотрите какой хвостик вернее описание я не вязала этот хвостик но он на картинке выглядит очень симпатичным и вот я хочу попробовать следующем лисенке если я буду еще одного вязать вроде вот такой сделать хвостик вообще интересно что у в этой книге и у алана дарт совершенно другой другая техника вязания вот и при том при всем что этот мастер-класс недостаточно подробный в плане фотографии тут только фотографии готовых деталек тут нету ни одной детали в сборке так скажем не готовых как она выглядит не в готовом виде вот как я вам сейчас это показывают в этом мастер-классе только вот готовые на готовые игрушки фотографии в этой же книге более подробно но техника вязания совершенно отличается при том при всем что и тут плоское вязание на двух спицах и там плоское вязание на двух спицах однако техника вязания очень очень отличается и прибавки какие-то еще переходы совершенно по-другому делаются тут художник очень любит менять цвет нитки как вы видите по щенку и по мордочке лисенка тут много вот таких вот элементов я их меньше люблю не люблю протяжки но еще толком не разобралась с этой книжкой поэтому возможно тут какие-то интересные даются советы чтобы вот эти протяжки не стягивали вязание буду еще разбираться также еще хотела вам показать что есть в интернете в я нашла в инстаграме у автора вот автора инстаграма и у нее есть ссылочка в профиле на бесплатный вот мастер-класс по вот этой вот груши и в этом бесплатном мастер-классе в файле есть видео как прибавки делать и мне кажется что вот этот мастер-класс при том при всем что он бесплатный спасибо автору он показывает очень интересную тоже технику вязания она немножечко отличается от техники другой которую мы видим при вязании этих лисят или при вязании вот в этой книжке кстати у алана на сайте есть также бесплатное описание вот этого вот цыпленка на этом бесплатном описании вы можете увидеть технику вязания как он поясняет это естественно если вы немножечко понимаете английский нужен это только на описание на английском языке можно связать вот таких вот цыплят и это абсолютно бесплатное описание которое дает алан дарт на своем сайте если вы ищете его сайт вы можете написать его имя или вот я вижу ссылочку на его сайт вот такая вот ссылочка и вот этот мастер-класс у него описание абсолютно в доступе бесплатно это цыплята в скорлупе но если я вам решила показывать все бесплатные описания которые я нашла в интернете еще прекрасный один автор little cotton rabbits и это тоже у нее бесплатное дополнение к описанию то есть если у вас есть описание одной из этой игрушки она в этом мастер-классе бесплатном показывает как из из базисной игрушки допустим меня есть мастер-класс по крольчатам и и как сделать и с кроликом олененком и это тоже бесплатный мастер-класс который можно найти на вот в ее блоге по этому вот линку пишите этот линк давайте посмотрим что у меня еще есть вот я купила вот этот мастер-класс по мальчику зайчику и по девочке зайчика также у нее же есть в ее блоге мастер-класс бесплатный вот этих вот пончиков они маленькие они классно подходят для брелков техника вязания очень простая и мне они очень нравятся и тоже их можно найти вот в ее блоге вот ссылки можно найти вот этот мастер-класс он абсолютно бесплатный и вы можете сравнить технику вязания кстати алана и или автора этих пончиков и оленят которых я показывала до этого джулия гуильямс я правильно читаю покупала я мастер-класс по этому кролику я думаю во многим известен и вы видели этого кролика достаточно сложное описание но кролика я закончила с какими-то небольшими изменениями свои своими тут есть в описании и схема вязания и видео пояснение очень мне понравилось сложная игрушка но интересные все части лисенка я вязала вот такими круговыми спицами два с половиной миллиметра хотя в описании по моему три с половиной или три миллиметра сейчас уже не помню но я вязала все два с половиной миллиметра я хотела чтобы вязание было тугое и пряжа у меня достаточно толстенькая получилось вот такой и он гораздо крупнее вот все детальки выглядят гораздо крупнее по описанию этот лисенок должен быть 25 сантиметров я уверена что он чуть ли не в два раза больше будет у меня чем 25 сантиметров то есть сантиметров 37 я от него ожидаю это хвост это ушки это лапки и дальше у нас идут самые интересные детальки это бриджи рубашечка воротничок рубашечки как-то он должен быть тут присоединяться пришиваться вот такой вот будет у нас лис и шляпа шляпа мне понравилось очень вязать она классная думаю на лисе она будет смотреться просто шикарно в общем начинаю я сборку всех этих деталей и надеюсь что мне это возьмет не больше двух-трех часов увидимся во второй части видео я вам планирую рассказать больше о процессе вязания и о процессе сборки вставления проволоки в каркас игрушки и вообще какие бывают сложности в вязании игрушки спицами если вам был интересен этот проект и вы хотите чтобы я загрузила вторую часть видео как можно быстрее я буду рада прочитать ваши комментарии это всегда придает силы и энтузиазм для дальнейшей работы всем желаю творческих успехов